Этот фестиваль пока единственный в России. Проходит он на родине Бориса Дёшкина. Куряне гордятся своим земляком, которого на Западе всегда называли и называют русским Диснеем. Проделана большая работа по увековечению памяти Бориса Дёшкина. В 2018 году мы открыли бюст около Курской областной филармонии. В прошлом году была издана книга, посвященная жизни и творчеству нашего великого земляка. Каждый фестиваль – это праздник. Сегодня он особенный. Курские школьники на открытии увидели отрывки из лучших работ известных аниматоров. Основным действием стал показ мультфильма «Морская гордость России. Капитан Бессонов». Фильм получился очень достойный памяти капитана Бессонова и членов его команды, которые, спасая подводную лодку, погибли. И, конечно же, если дети делают этот фильм, изучают материалы, знакомятся с его жизнью, с героем. То есть эти герои живут в сердцах наших детей. Маша Звягинцева занимается в Ольговской студии уже несколько лет. Рассказала, что была так же, как и все ребята, работавшие над фильмом, очень увлечена. По ее мнению, трудная работа делалась легко, потому что всем было интересно. Мы не знали, что нас ждет, но нам было интересно попробовать что-то новое. И тогда Галина Николаевна рассказала о том, что скоро мы будем снимать мультик, создавать мультфильм о героях Сеологи Бессонове. Потихоньку мы начали собирать информацию, придумывать сюжет. Мы сами рисуем персонажей, фоны. Мы рисуем все, и потом снимаем на фотоаппарат кадры и соединяем их. Заслуга фестиваля в развитии мультипликации на территории Курской области – три анимационных студии. В Курчатове, поселке Студенок, Железногорского района и Льгове, в которых занимаются более 200 детей. Сегодня путь в профессиональную анимацию не нужно проделывать, покидая Курск. Можно освоить эту профессию и дальше работать на любой студии, находясь в Курске или Курской области. 30 мая в Ярославле на фестивале «Свет миру дети» мультфильм «Морская гордость России» капитан Бессонов стал лауреатом первой степени. Ирина Губарева, Сергей Дорохов. События дня.